Всем привет! Сегодня 5 ноября и совсем недавно я решила закончить все свои неосновные процессы. Их у меня было два, один из которых я закончила и вот приступила ко второму. За эту вышивку я села где-то на неделю назад, но вышивала вот сегодня третий день. Так вот, я закончила, у меня рамочка была готова, вот именно вот этот цвет, окантовка и золотая. Я сделала все шовчики и бисер и приступила к лилиям, я все время путаю, как они называются, и пувшинкам. На этот раз я решила действовать по-другому. Если в прошлую половину я вышивала один цвет на протяжении половины вышивки, то тут я решила как бы по фрагментам. Взяла этот угол и вышиваю только на нем. Готово. Так, вот столько я сделала и приступила к стрекозкам. Тут я тоже немного изменила процесс. А при окончании, по-моему, я с изнанки оставляла ниточку, насколько помню. А в этот раз я решила делать вот такие концы с лица, чтобы с изнанки немного менее махристая была. Он, надеюсь, быстро закончить, потому что я поняла, что осталось до Нового года вообще два месяца. А моя работа на Санторине практически встала, я его давненько не брала. И даже половина не готова. При том, что вышиваю в неделю я где-то раз в три, ну, дня три, это максимум. Если это не какой-нибудь там выходной день, ну, среди недели, то мне удается раз, два, три повышивать. А еще мы... Я уеду на две недели из города. Вышивку с собой, скорее всего, не буду брать. И вот еще минус две недели. Конечно, я не хотела вышить свою зимнюю вышивку до Нового года, но я хотела начать ее сначала, ну, с начала зимы. Но чувствую, я не успеваю. Но решила хотя бы закончить вот свои процессы. А то они стоят уже и прям на душе тяжело, если так можно выразиться. Так, увидимся через секунду для вас и через несколько дней, а то и недель для меня. Итак, для вас прошла секунда, а для меня несколько дней. Сегодня 8 ноября, и два дня назад я наконец-таки закончила вышивать шетелайн. На самом деле я думала, что этот процесс займет у меня месяц. Но вот вышивка наконец-таки закончена. У меня она стояла очень долго в незаконченном виде. Примерно вот тут у меня не было вышито. Вот до сюда. Все довышивать у меня заняло 4 дня. Правда, последний день я вышила очень много, и у меня аж разболелась голова. И я себя, можно сказать, заставляла вышивать. Потому что не хотела все-таки оставлять до конца недели, когда там выходные будут. А хотелось быстрее дошить. Работа, мне кажется, немного все-таки испачкалась. Но не знаю, стирать ли или нет. Я попробую... Тут одна ниточка Кэрин. Попробую ее в воде застирать немного. Пойдем, посмотрю, потечет ли она или нет. Получилась... Работа получилась 23 сантиметра на 23. Напомню, что вышивала я на 28-м каунте Кашли. По-моему, молочный цвет. 101-й, насколько я помню. Мельче каунт брать не рекомендую. Все-таки очень много бисера. Насчет бисера. Так, бисера просто отличные. Мне очень понравилось в работе. Также тут используются бусины. Тут их не очень много всего. Вот таких 16... Нет, 8 штук. Такой цветной. 2 АБ. И вот такой вот. Он просто АБ. И вот такой вот. Так. Не очень видно. Но сверху я его... Чтобы закрепить эту бусину, я решила сверху бисером закрепить. Потому что я пробовала саму бусину мононитью прозрачной обмотать. Но это смотрится... Ну, мононить у меня не самая тонкая, поэтому смотрится это не очень. Надеюсь, не отвалится. В работе используется 30 мотков ДМС. Их я не буду показывать. Потому что сложила, да и смысла больно нету. А всех мотков используется по чуть-чуть. Потому что там такая билиберда в цветах. Ну вот, просто ужас. Также используются две нитки Рейнбл Гэллори. Это вот такая трежебрейт номер 35. В расходнике указано, по-моему, на 32 каунт. На 32, что меньше 28. Что надо целый один моток. Но, как видите, это далеко не целый. Где-то, я думаю, процентов 30 осталось. Плюс-минус. На этот где-то 70%. Но осталось, я думаю, половина. Бисера всего хватило. Еще напомню, что я заказывала не у Синди, а у женщины Елены. Я в своем первом видео Шталайн оставляла ссылку на ее почту. Также я недавно посмотрела трансляцию Таисии насчет Мандал. Это, наверное, одна из немногих трансляций, которую я смотрела. Ну, когда она уже закончилась. Потому что я не люблю смотреть трансляции. Они в основном долгие и неинтересные для меня. Но тут мне понравилось. Я всю посмотрела и узнала, что для участников данного СП будет проходить розыгрыш. И так получилось, что в этот день я как раз-таки начала вышивать, продолжила вышивать мандалу. И вот. Надо было первый отчет сделать 25 ноября. И я даже успела пораньше. Бисер я пришивала такими ниточками нюню. Это потолще нить. Это потоньше. Потоньше я пришивала бисерделик. Он непрозрачный. Он такой беловатый. Но его не сильно видно. А вот большими я пришивала бусины. Забыла рассказать про ниточку Кэрон. Ее мне хватило. Осталось примерно полметра. Что много. Потому что там все-таки не 6 сложений, а 12. Вышивать ей мне понравилось. Нить хорошо себя проявила в работе. А еще у нас есть вот такая рама из Икеи. Она была куплена по распродаже, так скажем. Если кто знает, то в Икеи в конце около касс обычно, по крайней мере в моем городе, есть распродажный отделчик. То есть какие-нибудь пошкрябанные, испорченные или что-то типа того вещи продают со скидками. Так вот, мы ухватили такую рамку еще несколько лет назад. Дело в том, что тут вот такая вот штучка. Не очень сильно видно. Но этой стороной можно повесить кверху. И абсолютно ничего не будет видно. Мы их яду поместить вот сюда. Потому что меня мама уже замучила, куда мы применим эту раму. Ей так, видимо, не нравится, что она лежит несколько лет под диваном, под кроватью. Но мне не нравится, что остаются очень большие края. Вот такие вот края, где-то по 10 сантиметров. И я бы хотела, не знаю, какую-нибудь дорисовочку. Еще надо что-то придумать с натяжкой. Потому что опять вышивка получается где-то вот так в рамке. И остается буквально чуть-чуть. Я думаю пришить ткань. Но как опять-таки натянуть нитками? У меня нет никакого опыта. И я боюсь, что неправильно что-то сделаю. Отдавать багетку? Не знаю, возьмутся ли они или нет. В общем-то, я в замешательстве, так скажем. А на этом вроде все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас будет поближе. Мои крестики не самые лучшие. Потому что тут используются петиты. И вот эти фрагменты, вот в этом фрагменте, в лилиях, насколько я помню, так они называются. Потому что я все время путаю. Просто намешано огромное количество цветов. Некоторые значки используются только по одному крестику. И сзади такой коврик, что просто, ну не знаю. Всем привет! Сегодня 5 ноября. И совсем недавно я решила закончить все свои неосновные процессы. Их у меня было два. Один из которых я закончила. И вот приступила ко второму. За эту вышивку я села где-то на... Неделю назад. Но вышивала вот сегодня третий день. Так вот, я закончила. У меня рамочка была готова. Вот именно вот этот цвет, окантовка и золотая. Я сделала все шовчики и бисер. И приступила к лилиям. Я все время путаю, как они называются, и пувшинкам. На этот раз я решила действовать по-другому. Если в прошлую половину я вышивала один цвет на протяжении половины вышивки, то тут я решила как бы по фрагментам. Взяла этот угол и вышиваю только на нем. А готово. Так, вот столько я сделала. И приступила к стрекозкам. Тут я тоже немного изменила процесс. При окончании, по-моему, я с изнанки оставляла... Продолжение следует...